В Алматы состоялся предпоказ фильма «Три мушкетера», но в этой версии экранизации знаменитого произведения появился новый персонаж. Что касается Д'Артаньяна, тут все без изменений. Касконец отправляется в Париж, находит и любовь, и верных друзей. Подробнее о сюжетной линии и актерском составе расскажет Наргиза Такижанова. Прежде чем создать трех мушкетеров, режиссер пересмотрел все одноименные фильмы. Это и помогло ему в работе над своей картиной. В ней много исторических моментов, которые обыграны по-новому. Большую часть ленты снимали в естественных условиях. Однако, чтобы передать всю атмосферу тех времен, авторы уделили особое внимание декорациям. Они отображают знаменитые исторические места Франции. Это очень важный фильм, который показывает французскую культуру. И мы очень надеемся, что этот фильм понравится казахстанской публике. Я видел много других версий, в основном французские, но не смотрел советскую версию. И, как вы знаете, это произведение довольно известное. Приключенческая история, где прославленные мушкетеры оказываются в самой гуще событий, готовы отдать жизнь ради величия Франции. Скрестив шпаги, они готовятся к бою. Посмотреть на новую экранизацию приехали не только фанаты. Леонид Смехов, внук легендарного Атоса, тоже посетил вечер показа. Для меня премьера очередного фильма про трех мушкетеров – это больше, чем просто премьера фильма. Конечно, у меня будет несколько предвзятые отношения к этому. Потому что я буду смотреть и сравнивать. Но я думаю, что все равно это какая-то классная премьера. Может быть, у советской картины, любимой миллионами зрителей, появится достойный конкурент, наконец. Картина является самым дорогостоящим французским фильмом этого года. В ней сыграли знаменитые актеры – Винсан Кассель, Ева Грин, Франсуа Сивиль и другие. Фильм основан на знаменитом романе Александра Дюма «Три мышки терра», который впервые был опубликован в 1844 году.